Долгостроем бой. Все, что не удалось завершить в 2018 году, в 2019 пришлось срочно догонять. О срыве гособоронзаказа «Авиастаром» в марте этого года заявил вице-премьер Юрий Борисов. Три самолета Ил-76МД-90А задержались на три месяца. Обвинение серьезное. Под угрозой оказался престиж не только предприятия, всего региона, авиационной столицы. Самолет должен стать основой военно-транспортной авиации России. К 2030 году в летных рядах должно числиться 100 таких машин. Спустя неделю первый военный транспортник передан Министерству обороны. В перспективе планируется расширение парка данного типа, замена самолетов сегодняшнего строя в имеющихся авиационных частях, а также создание новых авиационных частей на территории Российской Федерации. Надежды на регион страна возлагала не только в обеспечении военной мощи, но и в запуске жизненно важных гражданских мощностей. Стройка века завершена. В сентябре 2019-го первые пациенты переступили порог протонного центра в Димитровграде. Уникальный высокотехнологичный медицинский комплекс в городе Атомщиков станет основным российским огневым рубежом в войне с бичом человечества онкологией. Лечение протонной терапии в настоящее время это новое лечение для Российской Федерации, поэтому в этом году мы проводим лечение в рамках клинических апробаций. Отбор пациентов в рамках клинических апробаций проходит в соответствии с протоколами, с критериями, которые разработаны и указаны в протоколах ведения пациентов. Протоколы эти утверждены Министерством здравоохранения Российской Федерации. Событие, которого ждали 8 лет. На строительство центра ушел 21 миллиард рублей. Здесь сосредоточены все возможности ядерной медицины. В протоном корпусе за год помощь получит 1200 пациентов. В совокупности лечебные корпуса помогут 20 тысячам человек. При этом, подчеркивают специалисты, спасательный круг бросит людям с неоперабельными опухолями и невосприимчивостью к химиотерапии. И не просто продлят жизнь, вернут к жизни. Мы подписали партнерские соглашения об обмене специалистами и координации совместной научно-практической деятельности с несколькими центрами. Это центр протонной терапии в Мюнхене, Германии, клинический центр, университетская клиника Вюрсберг. И, конечно, это вот такая совместная работа. Им очень интересна наша площадка, потому что у них нет такой площадки, где на одной территории все виды ядерной медицины. Безусловно, в год, когда на самом высоком уровне объявлена война онкологическим заболеваниям, начало работы первой очереди высокотехнологичного центра – прорыв. Пока что рано подводить итоги запуска ждут следующие корпуса – помощи пациенты по всей стране. Плюс к развитию региона. Наличие такого объекта обязывает подтянуть инфраструктуру города, куда ожидается приток специалистов. Людям нужно жилье, нужны качественные дороги, нужны социальные объекты. Нельзя сказать, что все силы брошены на один населенный пункт. Обновляется облик городов и сел по всей области. В этом году продолжение получила программа поддержки местных инициатив. Не без проблем на конкретных местах, но сдвиги есть. Люди хотят преображений, хотят жить в современных условиях. При всех строительных и благоустроительных прорывах неприятным напоминанием о времени, когда жизнь в регионе замерла, стали недострои. В 2019-м заброшенные объекты прогремели в областной столице. Март 2019-го. С разницей в несколько недель на территории недостроенного корпуса больницы в Левобережье погибают две школьницы. Не бесхозный объект, собственник которого, общество с ограниченной ответственностью, Антей, так и не получил второго рождения с момента, когда работы на нем прекратились. Снести тоже оказалось накладно. Возведение объекта началось в 1992-м году. В 1996-м году в связи с ликвидацией Минавиапрома, финансировавшего соответствующие работы, строительство было приостановлено. В 2010-м году данный объект был продан вышеназванной фирме. Прокуратура Заволжского района направила в суд иск с требованием закрыть доступ к объекту. Тем не менее, в июне на злополучном недострое очередное ЧП. Со второго этажа упал восьмилетний мальчик. К счастью, в этот раз трагедии не случилось, но тревожный звоночек прозвенел. Никому не нужные забытые стройки и пустующие здания легко найти в каждом районе города. Их немного, но они как магнит притягивают лиц без определенного места жительства и любителей острых ощущений. Антураж произведений массовой культуры – своеобразная романтика запустения. Если решение вопроса заставшими ненужными хозяевам зданиями в очередной раз отложилось на неопределенный срок, то проблема замерзших строек жилых домов в этом году получила долгожданное решение. С 1 июля в России действует обновленное законодательство. Финансирование строительства перешло на эскроу счета. Деньги собственников защищены от нецелевого вложения застройщикам. Осталось довести до ума подвисшие объекты. Сложных в 73-м насчитали более 30. Тех, кто терпит настоящее бедствие – шесть. Мы в законодательном собрании эту проблему тоже уже с 2017 года поднимаем. Как итог был принят закон, у него очень длинное название, но суть как раз направлена на поддержку обманутых долщиков и внесены изменения на предотвращение вот этой ситуации. То есть введено такое понятие, как потенциально проблемный объект. И уже вот с этого момента, как тот или иной объект попадает в эту категорию, к нему должно быть самое пристальное внимание всех структур исполнительной власти, контролирующих органов. Главная задача – не допустить пополнения рядов проблемных объектов. Есть разные случаи, и работать с каждым нужно в индивидуальном порядке. Где-то строительство встало на самом раннем этапе, где-то сорваны сроки сдачи в эксплуатацию. Людям от этого не легче. Нет жилья, нет денег, есть ипотека, ежемесячная плата за съемное жилье – обманутые ожидания. В марте Ульяновский долгострой осмотрела делегация депутатов Госдумы. Мы первое берем на контроль, будем взаимодействовать с органами исполнительной власти, с прокуратурой на предмет изыскания возможностей по достройке как этого объекта, так и других. Ну и в принципе все объекты будут у нас на контроле. Будем работать в ручном, как говорят, режиме. И четвертая неделя, региональная неделя, я приезжаю и встречаюсь со всеми застройщиками. Долевого строительства. И будем решать все проблемы, которые имеют место быть. В начале года в регионе организован фонд содействия участникам долевого строительства. К достройке проблемных домов решено привлечь инвесторов. Сформирован банк земельных участков для передачи компаниям, взявшимся за доведение долгостроев до логического завершения. Дольщики надеются на то, чтобы или федеральный бюджет помог по программе, потому что областной он не вытянет его. Или даже шел разговор о том, чтобы кредитование было на льготных условиях. Может или нового застройщика, или может быть старого. Первый объект из черного списка планировалось ввести в эксплуатацию в октябре. Красноармейская, 140. Решением областного правительства на достройку дома выделено 23 миллиона рублей. В сентябре его передали новому застройщику. Фактически ввод в эксплуатацию перенесся на декабрь. Механизм заработал, но, как показала практика, нужную скорость набрать сразу не получилось. Хэштег «Решаем вместе 73» – проект прямой линии губернатора. Обнажил недовольство дольщиков очередным переносом заявленных сроков. Вы знаете, очень щепетильно отношусь к своим обещаниям. Я повторил только то, что было заявлено ответственными должностными лицами. Но я приношу перед ними еще раз извинения за то, что чиновники их обманули. Можно констатировать, просто в очередной раз обманули. Поэтому я сегодня не только извиняюсь перед ними, но и говорю о том, что я принял решение освободить от занимаемой должности с 9 декабря с адресом Абракшину. Нездержанное обещание или ослабленное внимание ответственных лиц в конце года профильное министерство осталось без руководителя. Новому достанется ворох нерешенных вопросов, самый главный из которых задают люди, вложившие деньги и потратившие нервы. Постоянную связь с участниками долевого строительства в течение года выстраивал фонд содействия. В режиме онлайн и в офлайне важно дать понять людям, что про них не забыли. Не секрет для ульяновцев о том, что в сентябре месяце была встреча проведена с Виталием Леонидовичем Мутко, с участием губернатора Сергея Ивановича Морозова и министра Садридзина Волсома Бракшина. И была достигнута договоренность о том, что в Ульяновской области в 2020 году будет выделено 1,4 млрд рублей. Это как раз на софинансирование достройки и либо выплате компенсации таких проблемных объектов. То есть речь идет о 6 объектах, которые на сегодня у нас в Ульяновской области признаны банкротами. То есть такая работа уже начнется. Мы ждем, что в январе месяце сюда приедут уже специалисты фонда Дом.РФ выполнить оценку этих объектов. И если учитывать, что все пройдет по графику и по плану, как это записано в законодательстве, то мы уже во втором квартале приступим либо к работам, либо к выплатам. Москва не сразу строилась. Известная строчка песни. Действительно, по мановению волшебные палочки доделать все и сразу невозможно. Закон регулирует механизмы, но не сроки. Здесь включается фактор везения. Уходящий год по традиции кто-то назовет трудным, кто-то прорывным. И каждый будет по-своему прав. Можно понять людей, которые получили надежду проснуться здоровыми. Выполнение жестких условий оборонзаказа – немаловажный повод для гордости. Но еще очень много людей, которые провожают 2019-й с неизбывшимися ожиданиями. И надеются, что наступающий 2020-й наконец-то все устроит как нужно. Редактор субтитров А.Семкин